Ребята, всем доброе утро. Вы что, мы выехали в Малайзию? Да, и сейчас мы будем плыть на корабле. Мы купили билет на автобус, доехали на автобусе до парома. Автобус загрузился в паром, и мы сейчас походим на паром. Потом, вроде как, мы должны выгрузить автобус с парома и сесть в него. Эрик еще не долечился. Лекарства с собой взяли, так что все будет хорошо. Что-то у меня складывается впечатление, что на весь корабль мы единственные русские. Все остальные вообще, по-моему, не так китайцы. Других вообще тупо нет национальности, как мне кажется. Тут еще история такая. Олег купил билеты сначала до Бангкока. Хотя он сказал девушке, которая продавала билеты, что билеты дохотяй. Несколько раз. Одно и то же. Повторял-повторял из раза в раз. Вообще не понимал. Все равно продала билеты до Бангкока. Говорит, мало того, что сегодня билетов нет. Есть только tomorrow. Так что приезжайте. Ну, сейчас покупайте и завтра уезжайте. Окей. Но история становится интересней. Олег покупает эти билеты, отходит, смотрит. А там написано Бангкок. Причем он показал визу и говорит, нормально по визе. Ну, так а да, нормально. Вот нафига она нас в Бангкок отправила, вообще непонятно. Ладно. Олег подошел, увидел, что Бангкок. Подошел, начал возвращать билеты. Она еще просто так взяла с него 80 бат за вас. Молодец какая. Еще ему было очень подозрительно, что билеты он купил за полторы тысячи бат. Что-то очень дороговато. Я попала денег туда. Ты бросил туда денежку? Да. И что с ней произошло? Акула съела. Акула съела? Мохла. Мохла бабушка. Давайте выезжайте, пока конь стоит. Чуешь все? Куськом, наверное. Мы все попередили и по низу прошли. Ха-ха-ха-ха. Нормальная тема, да? Сука, неудобная грязь. Скользишь сильно. Я не скажу, у тебя даже такая. Ну да, я скользю. Пелиманго. Пелиманго за 20 бат. И ананас за 20 бат. Тоже в порядке. Ну прям. В пакетиках. Тайфуд что-то не хочет. Все дороже, может быть, поэтому. Неужели обойтись. Это мои пакетики. Поченьки. Рыбки скрипт. 72. Пацаны, каждый поделит. По комнату. Попробуйте. Интересная штука какая-то. Вон, 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 обезьянка еще. Сей, 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 сей. Сюда, 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 сюда. Вон, пить. А вот, 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 на. Справа. Слева. Слева, да. На. Большой пыль. Да. Красиво, да? Красиво. Трясет в качестве киборизации моя рука. Это еще не там. Бля. Бык. Бык серьезный, это так. Прямо, большая мощь. Где он там? Вот он. Три часа уже, 3-40. Мы выехали в 7.30. И мы еще не особо-то представляем, куда мы едем. Какая-то женщина хорошая написала подробную инструкцию, как ехать. Пиратная. И мы по ней едем. Что за женщина? Может вообще это все фейка? Но пока все прям идеально совпадает. Да, совпадает только то, что мы в автобусе уже часов 5 сидим и мы не двигаемся. Нет, почему не двигаемся? Ну, нет, он-то едет. Да мы не двигаемся, у меня все затекло. Централ фестиваль. Какой-то город-город прям, вон, видишь, какая дорогая. Хатьяй. Мы приехали. Да? Да. Круто. А мы на поезде поедем? Да. Вау, супер. Сейчас надо до границы и все. Мы с тобой поедем. Очень красивый город. И мы столько красивых мест видели по дороге. Очень круто. Би-би-би. Поехали. Да ладно. Правда, что ли? Да, на автобус. Вот тут мы реально белые вороны. Я столько мусульманок в своей жизни не видела, если честно. Мы купили билет, он стоит 52 тысяч. Сейчас поедем на автобусе, ну, на маршрутке до Пенанга. Поехали. 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 Ну, что делали сейчас? Поехали. Ну, каждый. Не парк, да, а не гуляем. В общем, мы поражаемся тому, что такое ощущение, что в лесу прям вытрули специально все деревья и заново посадили, чтобы они прям были ровненько-ровненько по линиям. Идеально все высажено. Олег говорит, как будто парк. Прямо. Опять. Я пишу везде, сколько мы едем постоянно все-таки. Я не разбираюсь в плодовых и плодовых, но они, по-моему, не плодовые, а обычные деревья. Да, все. Причем деревья очень разные. Да, красивые, да. Некоторые вообще там чуть ли не десятки лет, походу. А некоторые могут видеть. То есть это, ну, давно, давно они это делают. Уход будет сюда, да. Да, там плохо видно, скажешь, как церковь не меняется. Ну, видно. И как раз с родителями. Ну, видно, что по линиям. Ну что, мы приехали на дворицу по Данг. Бизар. И сейчас будем проходить границу. Здравствуй, Малайзия. Мы перешли дорогу и зашли в какое-то здание. Вот, пожалуйста, пункты, чтобы пройти через границу. Сейчас, скорее всего, будем заполнять документы. Мы стояли на ту очередь. Вот там вот. И нам сказали, что... А что, где делать? Идите вот туда, в кабинетик. А оказалось, у нас одна бумажка не заполнена. Да. Забили. Забили? А когда у нас попасть? Так. Теперь нам нужно попасть на поезд. Да. Лип туда. Лип туда. Лип туда. Вот так. Идите туда. Так. Теперь мы вышли из Таиланда. Идем в Малайзию. И... Ну вот, длинная дорога. Идем, не знаю, минут, наверное, 5-7. Там стоят таксисты. За 100 бат предлагают доехать на такси. А здесь идти как бы 10 минут. Даже меньше, наверное. Ух ты! Что происходит? Чтобы никого не убили, наверное. Ага. Все? Это бесплатная функция? Верик, иди сюда! Просвечиваем вещи. Да. А вот теперь ищем железную дорогу. Ну вот, направо, и там будет написано все. Добраться нам до Малайзии помогают женщины через интернет. Ссылку на ее страницу вконтакте я оставлю в описании к видео. И всю информацию, как добраться, тоже оставлю под видео. Поехали. Елисточку мы поменяли в кафе, вот, подна на вокзале. Получается курс 9,5 бат. То есть, до 1 ремень. Ну, то есть, это нормально. Нам так говорили, что это в среднем 1 и 10. Билетик стоит 11,40 года. А сколько ехать нам на поезде? стемнеет выглядит по моему точно так же как и в россии ничем не отличается аккуратненько посмотри мальчик вообще все то же самое а тут вагончики на автобусе потратили много денег потому что два ребенка или два ребенка на руках не кричи машину оставили на таможне чтобы не было или в последнюю секунду прям вообще приехал поезд а это вылитая метро оказалось красиво да красиво пальмы аллилуйя несколько пальм практически пальм нету есть такие деревья вот они белые они очень похожи на березы и вообще природа но немножко напоминает конечно подмосковье но когда пришло такое понимаешь что нет совсем не подмосковье это реально это замок мечеть наверное да да и здания такие прям в мусульманском стиле этот автобус оказался еще и бесплатный так теперь мы поплывем на пароме в общем это самый дешевый способ добраться до малайзии сколько стоил билет в общем местное время получается практически 10 вечера если в таиланде 9 то здесь здесь соответственно разница с россией не 4 часа а 5 у нас паром 10 10 поедем походу на нем поплывем паром выглядит вот так удивительно но это паром он довольно таки большой я чувствую здесь будет очень-очень сильно дуть но ничего страшного очень красивый город если честно да и вообще город это хорошо а то мы начинаем потихоньку дичать на эту самуи мы приехали в какой-то отель забронировали номер на сайте на букинге ну посмотрим что там будет прикольные вещи эрик уже устал безумно сейчас уже ляжем отдохнем не переживай представляете время почти 12 уже по местному времени перевели часы сколько стоит на обошелся сто сто восемьдесят что составляет батов еще 800 Нет, где-то около. Без угол полторашки. Ага. Я посмотрю, я не могу посмотреть. Я поняла, поняла. Ну, пойдем. Всего возможно, да? Угу. Че это такое? Добро пожаловать. Волкань, ты захотел. Сколько время? 12. This change my bed. 12. Ну, конечно, маленькая комнатушка, ну, блин, супер достаточно вообще. Нам реально переночевать. Помогутся поспать, зубы почистить. Вон, здесь фен тоже есть. Здесь полотенце одно. Одно? Это не смешно, что одно? И тут для ног, да? Шкафа нет, да? Да какой шкаф? Нафиг нужен он. А вот полотенце. Че тут, господи? Ну, вот. Семьсот. Где-то, короче, около 680 бат в сутки это стоит. Круто. То есть на сейчас вот... О, твой любимый причем. На данный момент, сколько мы потратили денег, чтобы добраться, заселиться, заплатить деньги за два дня за номер, и вместе вот совсем, кроме сейчас, вот мы не начали еще делать визу. Три с половиной тысячи баллов. Мы сняли номер, мы доехали. Три с половиной тысячи баллов. На два дня мы сняли номер. Вот это супер! Нравится? Нравится, интериатор. Да. Измученный. Не может, заселить. Дождь, что ли? О, ничего себе, прям ливень. А Олег за едой пошел. Еще нужно деньги поменять. Потому что у нас нет местных тубриков. Ирик, дождик? Да. Угу. Нравится? А я рада. А я рада. Можно кондей мне пользоваться. Супер. В общем, первое впечатление о городе нам очень понравилось в Малайзии. Вот прям очень. И, если честно, это как будто Москва. Вот что-то есть общее между этими двумя городами. Ирик. 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 Вот. И мишка с нами. Ирик. А, да. Они нас сломали, мишки. Есть такое дело. Надо этот купить. Клей какой-нибудь. Да? Починим, мишки, нас? Да. В общем, очень нам понравилось в Малайзии. Это далеко не деревня. Это уже полноценный город. Здесь такие качественные вырезки. Нет ничего будчишего, как, например, в Таиланде. И очень чисто. Прям намного чище даже, чем в Бангкоке. А, проблема номер один. Представляете, здесь другие розетки. Здесь розетки, ну, как бы разделены на три части. В общем, не такие, как у нас в Таиланде. О, видите? То есть, а вилка у нас на порядок меньше. Не знаю, что делать. Сейчас Олег придет. Я вам скажу, наверное, есть же здесь в любом и в любом магазине переходники какие-нибудь. Думаю, чем придумаем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»